Над кем совершил преступление Раскольников в романе ФМ Достоевского? Что за ФМ? Отчество, имя, Феликс, Феликс, так дальше, ну, не знаю. Михайлович Достоевский. Так и знал. Первое. Что творится? Стендап. А участвует ли ведущий в стендапе, когда его стендап следующий? Потому что и стендап видео уже есть на другом канале. Всем спасибо, и пока. Да, в описании есть ссылка на мой стендап, ой, стендап, и стендап видос. Я выступал в стендапе. И есть ссылка на мой телеграм-канал, где влог. Вы там все узнаете, самые первые. Ну что, надо начинать снимать движуху. Здравствуйте, наш первый участник по имени Даня. Меня зовут Евгений. Очень приятно. Сейчас будет очень веселая передача. Она интеллектуальная и все, наверное. Ответы, вопросы, вопросы, ответы. Я задаю тебе несколько вопросов. За каждый правильный ответ ты получаешь по 100 рублей. Так. Дорогие наши зрители тоже участвуют. Они пишут ответы в комментариях вместе с тобой, пока ты думаешь. Все. Это у меня или у тебя? Сейчас отключу. Страшно. Так, все, я ready. Are you ready? Да. Everybody. Кто написал «Мастера Маргарита»? Без понятия. Честно, без понятия. Дорогие зрители, если вы без понятия, напишите в комментариях без понятия. Но если вы с понятиями, напишите «Да, я с понятиями, по понятиями двигаемся, вертимся, крутимся». Да. Ты можешь назвать кого-нибудь из авторов любых «Ткнешь», как говорится, «Титей» в «Митю» и будет «Конек-Горбунок»? Пушкин. «Мастер и Маргарита» автор «Пушкин». Утверждаем этот ответ. Дай бог. Обычно в этой передаче я правильные ответы называю в конце, но сегодня концепции изменились. Вы пишите свой ответ, а я говорю правильный ответ. «Мастер и Маргариту» написал. Аркадий Викторович Степанович Булгаков. Круто. Буду знать. Типово ведущий тоже ничего не знает. Во-первых, он читает все с телефона. Во-вторых, он сделал ошибку. Там не Александр Сипетович Булгаков, там такой-то Булгаков. С еще ждать, что мне говорят. Кому принадлежит поэма «Полтава»? Без понятия. Кого ты знаешь из тех людей, которые могли написать поэму «Полтава»? Без понятия. Да ведущий сам не знает, кто написал «Полтаву» по-любому. Очень сложные вопросы. Да. Если бы ко мне подошел какой-нибудь блогер Галимый и спросил бы у меня про поэму «Полтаву», я бы ни хрена не сказал. О, «Полтава». Наверное, Лермонтов. Ну, так бы я сказал по-любому. Лермонтов. А правильный ответ вы пишите в комментариях. Пушкин, прикинь. Пушкин. Над кем совершил преступление Раскольников в романе «ФМ» Достоевского? Что за «ФМ»? Отчество. Имя. Феликс. Феликс. Так, дальше. Ну, не знаю. Михайлович Достоевский. Михайлович Достоевский. Кто там, кого там? Знать бы еще. Было бы круто. Так, ты не знаешь, короче. Ну, просто тогда... Если вы не знаете ответ, напишите в комментариях... Винчунь. Винчунь? Винчунь. Винчунь. Ну, он там старушку типа убил. Старушку убил. Я прочитал «Преступление и наказание» в 27 лет. Похвально. Я к тому, что я нихрена не читал в школе вообще. То есть в 20 лет я очень был неначитанный чувак. Пипец. Постепенно начинаешь что-то делать. И к 30 годам наверстаешь. И думаешь, вау, клевые произведения. Охренеть. Толстой. В 10 классе вы прикалываетесь. Вот мне сейчас нужно об этом знать. Тогда бы я просто мимо кассы... Ну, типа я прочитал и все. И забил бы болт потом. Ну, на это. Я серьезно говорю. В каком произведении встречаются кот-бегемот и Азазелла? Винчунь. Винчунь. Давай сразу Винчунь, потому что это жесть. Извини, брат. Обычно у меня очень простые вопросы. Сейчас что-то я решил выпендриться, как ты попался. Повезло, повезло. Извини, братишка. Это Мастер и Маргарита. А, подожди. Сейчас склейка будет. Пишите свой ответ. Вы пишите. Кто это? Кто это? Я знаю. Мастер и Маргарита. А, вот такая склейка. А, типа ты знаешь. Да, да, да. Все, супер. Все, так и сделаем. Ну? Мастер и Маргарита? Вроде бы. Вроде бы. И это действительно правильно? Вот это я знаю. В каком романе написано про семью Балконских? Ну, это тоже, да? Это мечтал. Пролет сразу. Пролет сразу же. В каком романе написано про семью Балконских? Пишите свой ответ в комментариях. А у нас что? Винчунь. 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 А у нас Винчунь. Дружище, я скажу тебе, что война и мир входят в тройку моих любимых произведений, которые я прочитал. До конца? Сейчас не читай. Годика через 4-5, а может быть и 10. Возьми эту книжку. А может быть и сейчас зайдет. Хрен знает. Просто я был такой тупой в 20 лет, что мне вряд ли бы что-то такое зашло. Понимаешь? А ты, я вижу, такой творческий, умный и интеллигентный. Мне кажется, можно и сейчас. Очень сильно. Хороший. Толстой. Толстой он такой, он пацифист. Толстой сам по себе, очень приятный человек. Поэтому написано очень все прям четко. Все, может быть, да? Или еще пару вопросов. Как бы... Хватит, да? Получается, что ты не ответил ни на один вопрос. А, как же? Ты же на Маргариту. Как здорово. Нет, 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 нет. Ты не возьмешь 100 рублей, которые я обещал себе. Но как же вот эта шоколадка? Можно тебя поближе? Поближе. Я прочитал в одном комментарии, который был под моим видосом, что не берите у людей чужих какую-то еду. И действительно, возможно, это... Ну, правильно. Кто знает? Может, я какой-то маньяк, который превратился сейчас в блогера. Я дам тебе шоколадку, ты съешь ее. А потом этих кустик я... Действительно. Но меня все знают, ёк-макарек. Ну. Бромой. Йоу. Йоу, камон. Все, Даня, спасибо тебе. Респекту, уважуха. Ты крикнешь, когда я пойду. Он на все вопросы ответил. А, конечно. Кому крикнуть? Она не услышит. Все, ее уже нет. Да, все. Если что, я могу сделать склейку. Окей, давайте. Он на все вопросы ответил. Это гений! Класс. Спасибо тебе, брат. Спасибо. Ну что ж, друзья. У меня есть телеграм-канал, который сейчас очень активен. И там влоги-моги-дуги-буги. И чтобы узнать все самым первым, может... Вы можете просто следить за моим инстаграм-каналом. Я уже стал стендапером. Что уж тут греха таить. Целое выступление на втором моем канале в ютубе. Смотрите в удовольствие. В описании будут все ссылки на все эти видосы, которые вы пропустили. А может быть и не пропустили. До свидания. А, еще есть в описании сайт, где есть там еще... Ну, халтурю. Ведущим халтурю на свадьбах, на корпоративах. Если что, звоните, обращайтесь. Сниму для вас видосик. Четенький там квадрокоптер. Все есть. Техника. Бомбочка там, стабилизаторы. Звоните. На сайте все есть. Все в описании, ребята. Чем могу быть полезен там. А может рекламу вам какую-нибудь замутить на канале. Я не знаю. Давайте. Все. Я выключаюсь. Продолжение следует.